Много знакомых лиц, уже практически родных за последнее время. И, конечно, мне хотелось бы отдельно сказать, что для нас всегда большое удовольствие, большая честь делать проекты совместно с Молодежным центром Союза кинографистов, потому что наши коллеги, друзья, мы уже много всего сделали, поэтому мы с радостью отметились на идею сделать премьеру фильма, который вы сегодня увидите. И я приглашаю на сцену режиссера, продюсера и сопредседателя Молодежного центра Союза кинографистов Филиппа Абрутина. Спасибо, что приехали, несмотря на снег, несмотря на пробки, несмотря на то, что сегодня пятница и у каждого свои домашние дела. Я уверен, что вы будете выходить из зала и пойдете на обсуждение фильма на второй этаж о довольной или полной мыслей и вопросах к нам, к создателям этого. Кинальмонаха. Кинальмонаха, куда вы, в общем-то, пришли? Я когда вчера отправлял ссылки на трейлер «Побегать за мечтой» с Ютьюба, я попал на канал «Русский трейлер HD», там было очень много просмотров и очень много комментариев. И комментарии, они такие все не очень однозначные, я не смогу их повторить, потому что даже, несмотря на то, что они там положительные, они все малоцензурные. Вот. Поэтому я подумал, что очень важно объяснить, что вы сегодня увидите. Фильм идет час восемнадцать, и это кинальмонах. Профессионалы, кинематографисты знают, что это такое, а зрители, которые пришли впервые на кинальмонах, должны узнать, ну, я их должен подготовить. Кинальмонах — это сборник, это фильм, который состоит из нескольких историй, в нашем случае это три истории, законченные, интересные, у каждой истории свой автор, в свою семечную группу, но они очень близки по теме, по накалу и по актуальности. Сегодня время сложное, поэтому мы решили стартовать с таким смелым, интересным и, как нам кажется, просто социальным фильмом «Побег за мечтой». Вот. Я очень надеюсь, что вам понравится эта история, этот фильм. И мы именно этим фильмом начинаем деятельность Молодежного центра, релиза Молодежного центра в этом году, который объявлен годом российского кино. Я думаю, что давайте мы поаплодируем, потому что мы все любим российское кино. Надеюсь, активнее вы будете аплодировать в конце фильма. И я с радостью приглашаю съемочные группы «Новел», которые вошли в наш кинальмонах. Итак, первая история у нас идет «Спринт». Ребята, «Спринт» съемочная группа. Приходите. Юрий Сысоев, режиссер, оператор Алексей Фурсенко, Мирослава Карповича, актриса. Сейчас на эту сцену автор второго фильма «Ненужная креда». Володя, ты зря сел. Тебя приглашаем. Володя, как твои съемочные руки. И съемочную группу нашего фильма «Побуждение». Костя Тищенко, Антон Пашовкин. Владимир Ковиченков не смог приехать в новую съемку с обычными дни съемки. И мы по очереди представим свои фильмы. Итак, «Спринт». Здравствуйте, друзья. Меня зовут Алексей Фурсенко. Я являюсь продюсером этого кино «Альманаха», одним из продюсеров. Также я оператор-постановщик и продюсер фильма «Спринт», который будет первым в этом «Альманахе». Мы очень рады приветствовать такое количество людей здесь, в этом прекрасном зале. Меня зовут Юрий Сысоев. Я также являюсь продюсером кино «Альманаха. Объект за мечтой». И я вторым сценарием режиссером фильма «Спринт», который, как Алексей сказал, будет первым. Тоже рад приветствовать столько людей. Это приятно, это здорово. Если говорить о самом фильме, то мы постарались создать нравственную, мотивирующую картину, которая бы побуждала людей на лучшие собственные, лучшие, большие свершения. Вот. Насколько у нас получилось, чтобы это уже есть зрители. Да. И мы очень рады, что собралось такое количество людей. Очень мне будет интересно послушать мнение зрителя о фильме в целом. Потому что фильм «Киноальманах», три разные истории объединены. И так или иначе, фильмы были на разных кинофестивалях. И мы знаем определенную реакцию зрителей на эти фильмы, на эти новеллы. А вот в общем, очень будет интересно от вас услышать после. Поэтому, пожалуйста, на второй этаж к нам. АПЛОДИСМЕНТЫ Хотелось бы поблагодарить определенных людей за помощь в создании картин «Спринт». Это Алексей Богач, Андрей Лаурин-Романченко, Сергей Попов, Екатерина Кузнецова. Если вы здесь, спасибо вам большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, также хотели выразить свою благодарность компаниям, которые помогали нам. Это Болгарский культурный институт, Рентафото, Варнер Чапнер Продакшн, Мьюзик – это за предоставленную музыку прекрасную, Рентафото – за технику, Истель Шай, Театр Владимира Маяковского. Вот, в двух словах, это так. Еще мы хотели выразить огромную-огромную благодарность нашей команде, потому что эти ребята, которые были с нами все это время, они большие молодцы. И они знают, что все это могло рухнуть, еще не успев, начавшись. И не будем выделять кого-то, кого-то в частности, потому что это была одна команда. Выделяем команду. Спасибо нашей команде. Вы большие молодцы. Спасибо вам. Подписываюсь в каждом слове, в сказанном Алексею, присоединяюсь. Спасибо команде. Если говорить о фильме, о нашей кинокомпании, кинокомпании «Амарант», то данная картина была неким посланием, неким заявлением о том, что появилась компания, которая готова снимать нравственное кино, которая хочет, может и будет это делать. Если вдруг после сегодняшнего дня у нас появятся партнеры, друзья и союзники, а может быть инвесторы, то мы были бы очень рады. Так что приятного вам просмотра и добротного, мотивирующего эффекта. Спасибо вам. Автор фильма «Ненужная кредо». Это номер два нашего киноальмонаха Владимир Мистюков. Спасибо. Добрый день, дамы и господа. Очень приятно вас всех видеть. Полный зал. Это всегда приятно. Греет душу. Завтра суббота на улице Прекрасный снег. Надеюсь, мы оправдаем пятницу вечер, который вы тратите на нас. Это большая ответственность для режиссера, для группы, для артистов. Группа у нас сегодня маленькая вышла на сцену. К сожалению, пробки съели Андрея Чадова и Дениса Косякова. Я очень надеюсь, что они успеют хотя бы к середине. Остальные артисты тоже оказались или заняты, или стоят в пробках. Но не будем в московских пробках. Дорогие друзья, я очень надеюсь, фильм вам понравится. Меня зовут Владимир Мистюков, автор сценария, продюсер и сценарист фильма. Заполню небольшую паузу. Я представлю свою группу, которая стоит. Продюсер фильма – Карина Хидекель. Актер театра «Ранд» – Рохор Чеховской. Василий Киреев. Большинство артистов в моей новелле – это артисты театра Маяковского, поэтому, наверное, так же, как предыдущий оратор, я хотел бы поблагодарить театра Маяковского. И еще раз вас всех за то, что вы пришли. Спасибо большое. Спасибо, Володя. У нас осталась третья история «Пробуждение». Это наша история, которая спродюсировала в «Молодежный центр». Константин Тищенко, автор сценария и режиссер. – Спасибо. – Да, Володя. – Здравствуйте, Володя. – Спасибо всем, что пришли. Все уже поблагодарили, поэтому я тоже всех поблагодарю. Действительно, пятница вечер – это хорошее было. – А что сказать о фильме? Фильм – это мой самый первый, как сценарный, как так и режиссерский. Он очень, очень, очень такой еще, может быть, немного в чем-то и сыроват. Это была проба, но он был возвращен на желание сделать историю важную, историю… Задать вопрос, который, наверное, логично задавать каждому из нас себе. Что объединяет эти все три фильма? На самом деле, это три фильма разных, которые объединили ребята, вот, продюсерские наши, в «Альманах». Я когда их посмотрел, думал, что же нас объединяет. Но нас, как раз, на мой взгляд, объединяет это самое желание рассказать о чем-то важном и задать вопрос зрителям во всех трех возможных случаях, как же ты, собственно, поступишь на месте главного героя. Филипп обычно говорит, что очень пессимистичный. – Я не знаю, как я поступлю. – Вот, да, он всегда потом пытается в шутку перевести, поэтому я сейчас попробую вместо него. – Давайте пошутить. – Понятно? Ну давай, пошутить, ладно. – Потом пошутить. – Вот, хорошо. Я желаю вам, очень желаю вам приятного просмотра, досидеть, досмотреть, задаться этими вопросами, но ответить на них так, чтобы вы вышли с позитивным настроением. Всего хорошего. – Да, спасибо. И вот буквально два слова, потому что очень важно поблагодарить наших партнеров. Москино, Василиса Ворестова, она сказала, ребята предложили нам премьеру, мы с радостью откликнулись. Они откликнулись не только организовать нашу премьеру, мы с 4 февраля выходим в прокат, и сеть Москино нас будет прокатывать, в том числе и в кинотеатре «Космос». Поэтому, Василиса, Москино, команда Москино, Ольга Милникова, вам спасибо отдельно за прокат. И всем кинотеатральным сетям и кинотеатрам, которые нас будут показывать в течение этих двух недель в феврале, плюс, надо сказать, спасибо московскому метрополитену. Судя по всему, все, кто приехал, приехали на метро. Мы надеемся, что все остальные подъедут и увидят титры и услышат, как вы аплодируете. Спасибо нашим информационным партнерам, партнерам молодежного центра, это телеканалы и программы ВГТРК, это индустрия кино и доброе утро. Они расскажут о том, что у нас прошла премьера. И я хотел бы попросить, во-первых, сказать вам всем спасибо, что вы приехали, вы уже все вас поблагодарили, но я хочу попросить, если вам вдруг понравится кино или не понравится кино, а вы пришли без тухлых яиц или без цветов, Вы, пожалуйста, когда сможете, напишите свой отзыв о сегодняшнем показе, о нашем фильме, либо плюс, либо минус, но главное расскажите о том, что было такое мероприятие, есть такой фильм, и, может быть, ваш комментарий положительным, он будет прийти в другие кинозалы, в других регионах страны на наше кино. Спасибо большое, всем желаю приятного просмотра, спасибо, что пришли. Спасибо. Вопрос какого? Почему именно в таком порядке были поставлены куски фильмы? Это у генерального продюсера Филиппова, ваш? Это жесть, это все-таки собирательство и его работа. А, собирательство и моя работа, да, но я сейчас с вами посмотрел этот фильм, у меня тоже возник такой вопрос. Давайте мы зададим его Юрию. Давайте, все очень просто. Когда изначально мы задумывали этот кинал «Монах», у нас была задумка о трех разных поколениях, да, то есть первый фильм «Сплинг» про молодого человека около 22 лет, второй – это чуть более старшее поколение, а Владимир Герой – еще более старшее поколение. И вот по этому признаку выбирался этот порядок, да, от начала до конца. Вот девушка. Вот микрофон. А, вот девушка, давайте, да. Давайте к моему микрофону я бы спросил, кто-то говорит. Юрий, скажите, пожалуйста, какие у вас планы на будущее, какие у вас фильмы, молодые, взяли от вашей компании? Так, давайте уже… Может быть ответим все, каждый… Модческое наследие, давайте. Нет, по отдельности. Надо отвечать за своим, за своим. Если говорить конкретно о нашей кинокомпании, или кинокомпании «Амаран», то у нас сейчас в планах создание двух карт-метражных фильмов, одного полного метра, где сейчас в новогодние праздники все отдыхали, для меня было счастливое время, наконец-то свободное от всех дел. С этим «Альманахом» и другими делами, я начал писать полнометражный художественный фильм, коммерческий. И пока получается… Ну, мне нравится, как получается, как оно будет на деле, посмотрим. Вот, поэтому мы планируем… Вперед! Вперед! Спасибо, да. Актеры второго фильма, да. Все хорошо? Да, все хорошо. Хорошо, мы ведь тут переживаем. Можно вопрос к Владимиру? Владимир, ваши творческие планы? Ваши творческие планы дальше? Что с Сиклевым? Нет, все работает. Присоединился к Брохор Чаковской, где-нибудь от «Альфиа Туран». Дальше уже есть сценарий, я его написал, сейчас идет поиск денег, все довольно-таки банально, в плане того, что нужны деньги. Работает? Работает. Вот, я думаю, вкратце. Вот у девушки там… Подождите, а можно вот третий товарищ, вот Филипп Михайлович? А вот еще Константин Пищенко ставит. Сейчас, секунду, просто хотим отрекламировать другую вещь. А, да. Другую вещь. Молодежный центр 25 февраля выпустит новый фильм «Ближе, чем кажется». «Ближе, чем кажется», мы его снимали полностью от начала до конца. Это истории новеллы, положительные, без всяких операций, без всяких отрезаний. Ближе, чем кажется, с 25 февраля «Боп» в всей стране будет показан. Еще мы выпускаем новый краткометражный фильм Паши Инина. Это внук Инина, самого Аркадия. Он снял фильм с Борисом Щербаком и самим собой главной роли «Серебряный разговор». Прекрасная картина. Будем кататься по фестивалям. И вот у нас продюсерские планы большие. Мне хочется, чтобы Костя Тищенко, давайте мы его приветствуем, режиссер «Пробуждение». Он так и занялся планы. Какие планы были? Спасибо всем зрителям, что остались и посмотрели. Надеюсь, вам понравилось. По поводу планов, вы знаете, наверное, у меня личный депутат, 6-й, когда я участвовал новый фильм. Совсем не разговорный, совсем. Камерный, спортивная драма, великой атлетики, на том, как вы прикрекаетесь в форме к нему и на войне. Как-то так. Давайте вопросы дальше. Вот девушки. Да. Спасибо за микрофон. Я хочу сказать огромное спасибо вам. Фильм «Спред» я увидела на фестивале Владограде. И просто у меня потряс до губины души. Поэтому я пришла на этот просмотр. Я знаю, что он включен в программу средней школы государства Колумбия. Да. Как социальный проект. Вот. И что касается, у меня, конечно, эмоции перекрестывают. Я просто молюсь на этот фильм второй, который про врача. Потому что, просто молюсь. Это я сидела сзади и кричала «Ура!». Потому что, я подаю примерно раз в месяц заявление в милицию. Потому что, в присутствии моего ребенка, люди рукают с матом. Они оставляют, во-первых, чувство, собственно, достоинства. И ребенок от этого страдает. Ну что ж вы думаете? Милиция мне звонит через неделю, просто посылает меня на три буквы. Вот. Это просто какое-то счастье. Вот. То, что... Я понимаю, что сдаваться не надо. Надо во-вторых. Уйти до конусации. Спасибо большое. Вы тоже хирург, да? Вы знаете, нет, я не хирург. Я просто... Дело в том, что я уехала из России на пять лет. И не так давно я вернулась сюда, и никак я не могу социализироваться. Вот. Тем не менее. Уф! Понятно. Спасибо. И третий фильм. Давайте про кино, да. Про кино. Вы дали такую надежду нам всем. Просто я видела, что люди выходили со слезами на глазах. И вот последняя миниатюра про покаяние. Это так нужно. Это настолько нужные фильмы. Вот. Вот. Мне кажется, их надо показывать на первом канале просто каждое утро, чтобы мы вспоминали о главном. Благодарю вас. Спасибо. Скажите, пожалуйста, пожалуйста, каждый режиссер одним предложением, или как-то можно вкратце, как... Да. Что самое главное для вас, что вы хотели передать каждому из нас? Давайте в порядке появление на экране. Прошу сейчас. Не предавай свою мечту, потому что мечта тебя никогда не придаст. Вторая. Вторая. А как ты думал, что я решил? Одной фразой это, конечно же, жестковато. У меня, наверное, в форме вопроса, должно ли добро быть с кулаками? Костя. Наверное, мысль о том, что то, как ты живешь, в конце концов тебя догонит. Спасибо. Если коротко, есть такое хорошее выражение. Я художник, я так вижу. То есть не нужно оправдываться в том, что вы делаете, это ваше искусство, это ваше видение, и оно имеет право быть. Но на самом деле мне все понравилось. Конечно, сами сюжеты, они такие очень сложные, и мне сложно было тоже все это переживать вместе с героями. Но в этом состоит смысл искусства. Будоражить умы, не оставлять их равнодушными. И это у вас получилось, и это вы сделали, поэтому это хорошее искусство. И продолжайте, желаю вам новых-новых свершений. Спасибо большое. Спасибо. Фильм был ориентирован на молодежь, и я на законных правах хочу сказать, что я на первом фильме плакала, на втором мне было противно от того, что это правда. Ну, третье я не смогла осмыслить, не успела, потому что был маленький перерыв между ними. Вот. А взрослые они, наверное, критикуют, потому что они видели много случаев, у них на каждый случай есть подобная ситуация, они знают, что это не так. А для молодежи нужно, чтобы основалась вера в это. Спасибо. Вот именно. Вот именно. Что у вас есть? Если вы знаете, что такое Facebook, случайно, или ВКонтакт, или какие-то социальные сети, мы вас очень просим написать отзыв. Вот то, что вы сейчас не сказали или сказали мало, пишите на кинопоиски. Очень вас просим в ваших интересах поставить хэштег «Побег за мечтой». Это пишется подряд, без пробелов. Да. Объясню, почему. Потому что наша экспертная комиссия выберет лучшие отзывы, и несколько человек, я думаю, человек пять, наверное, да, может быть, больше, может быть, даже десять, если Филипп Михайлович будет добр, да, пригласит на прием нашего следующего альмонавта сюда же, и у вас будут, собственно говоря, библиотеста, и вы, собственно говоря, точно попадете, потому что, понятное дело, что следующий альмонавт будет еще больше желающих сюда попасть, и мы вас очень просим принять участие в таком конкурсе рецензии на этот альмонавт. Редактор субтитров А. Да. Продолжение следует...